Привет всем! Сегодня затестим видео-шлем новый от H&I, называется VR-D2. Сейчас посмотрим, чем он комплектуется и потом уже перейдем к полетикам. В комплекте получаем две салфеточки, влажная и сухая, получаем некую инструкцию на английском языке, инструкция, несомненный плюс. Получаем две антенны. Как видите, одна антенна здесь у нас клевер, к которой мы привыкли, да? А другая антенна у нас здесь плоская. Посмотрим, как они покажут себя в деле. Так, зарядное устройство для нашего аккумулятора. Аккумуляторы продаются отдельно. Здесь стоит литий-ионный 2200 мАч, 7,4 В. По-моему, 7,5 баксов стоит сюда дополнительный. Аккумчик, ну посмотрим. Часика на два, я думаю, полетов должно хватить. А это как бы, ну, на одну полетушку вам точно хватит. Приехали, полетали, уехали, дом опять заренили, как и квадрик, да? Так, вот такой шлем, приятный на ощупь, такой матовый пластик. Ну, мне нравится, да. Ох, смотрите-ка, а снизу нету. Сейчас достанем вот эту вот заднюю штучку. Вот. То есть, по периметру у нас, естественно, все вот это мягкое пространство, то есть, чем мы прижимаемся к лицу. Но там, где у нас идет нос, мы, к сожалению, здесь не будем прижиматься ни к чему мягкому. И, возможно, здесь будет засвет. Но посмотрим. То есть, будет он, не будет. Дайте-ка я сейчас примерю. Да. Засвет есть в этом месте. Нос упирается сюда, и в этих местах попадает, к сожалению, свет. Надо что-то с этим делать. Внутри защитная пленка, поэтому ее надо будет снять. И здесь, сзади, у нас есть специальный держатель для нашего аккумулятора. Так, две антенки ставятся. Сверху мы видим установку карты памяти, потому что данный шлем с DVR-ом, то есть, он уже может записывать весь наш полет. До 64 гигабайт можно устанавливать. Здесь мы видим дисплейчик, на котором будет отображаться канал. Переключение каналов. Это стоп. Плейбеки здесь всякие. То есть, мы можем просматривать то, что мы записали. Кнопка включения, меню и камдивер. И, замечу, снизу, смотрите, Ичайн вообще красавчики, молодцы. То есть, сделали здесь специальное отверстие для установки на штатив. Потому что, ну, не всегда захочешь, допустим, шлем себе на голове держать, да, вешать. Перекрутили на штатив, подошли к штативу. Раз, посмотрели в шлем, полетали, отошли. Мы уже без шлема. Круто. То есть, как доп-опция вообще супер получить. Мне очень нравится. Ну, то есть, как монитор. Мы крепим на штатив, да, и здесь то же самое можно сделать. Не всегда же шлем держать на голове. Так, собственно, вот такая, друзья мои, комплектация. Вот такой шлем. Так что, давайте, ставлю сюда карту памяти и пойдем, наверное, протестим его. Посмотрим, как он летает. Как он летает. Как на нем летать. Ну, а для тех, кто хочет экономить на своих покупках, рекомендую пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Заходите на сайт letyshops.ru, регистрируйтесь. В первую неделю получаете премиум-аккаунт, который дает на 30% больше кэшбэка, ну, практически с любого магазина, который вы знаете. Их там примерно тысяча. Вот. В данном случае заходите на Banggood через сайт Letyshops и автоматом получаете в первую неделю 3,9% скидки. Ну, к примеру, на этот шлемак. Он обойдется вам уже не 90 долларов, а дешевле. А если введете в поле купонов еще RC Buyer, 3% скидка на сайте Banggood, то он практически на 7% будет вам обходиться дешевле. Вот. Я считаю, это огромный плюс при покупке и трудозатрат практически никаких. Вот. Также приглашаете друзей, получаете 15% с их кэшбэка себе на счет и тем самым получаете еще дополнительную сумму, вообще ничего не делая. Вот, друзья мои, ссылочки в описании. Letyshops.ru. Заходите, регистрируйтесь и экономите на своих покупках практически в любом магазине. А теперь давайте посмотрим, как летать на этом шлеме. Так, сейчас затестим. Ну, естественно, я на нем уже летал. Так что сейчас я вам скажу. Там у меня запись включена. Мы включаем запись. Здесь два экрана, получается, отдельных. То есть можно летать по экрану, где идет запись, но там изображение будет полностью тормозное. А можно летать по экрану, где записи не видно. Но она должна писаться. Это я уже узнаю дома. Вот. Но, как бы, если сравнить с бускамовскими очками, то, конечно, там четкость всего лучше. Видно каждый кустик. Вот сейчас мне сложно было пролететь. Я хотел пониже. То есть в бускамовских очках я могу здесь пролететь прям низко-низко-низко. А здесь немного сложновато. Все-таки мелкие предметы очень плохо заметно. Но летать можно. Опять же, я не отношу вот этот шлем для 250-х квадриков. То есть реально летать сложно. Потому что мелкие предметы не видно. Если взять большие столбы, конечно, вы сможете там летать. Все это. Но с мелкими предметами, к сожалению, у вас ничего не выйдет. Будете, не знаю, в пяти метрах от них отлетать, чтобы не задеть. То есть больше этот шлем все равно для каких-то съемочных квадриков, где нам видно, ну, посмотреть надо только картинку и все. И чтобы больше ничего не нужно. Потому что сложновато. Все-таки в этом плане очки лучше. И этот шлем, конечно, хуже того и Чайновского, который у меня вот был самый последний. Там картинка была реально четкой. Там было сложно отличить, там, насколько лучше Бускамовские очки или тот шлем. А здесь я однозначно скажу, что Бускамовский... Это что такое? Что-что-что-что? Что-что-что пищит-то? Нет, это какая-то ерунда. Это не аппаратура, это шлем пищит. Хватаба не может пищать, я еще думаю, ничего себе, как-то хватаб запищал. Нет, Акум... О, здесь должен показаться заряд тогда. Сейчас мы запись остановим. Выйдем. Зайдем. Какой-то глюк из всех полетов, которые сегодня сделали. Впервые это. Как только начали писать. О, может, правда, сел Акум уже. Итак, здесь у нас есть кнопочки, да, переключение каналов. Чтобы войти в режим записи, нам нужно нажать вот эту кнопку, мы переходим в другой режим. Здесь нажимаем запись. У нас идет запись, можем выйти из режима записи, потому что там достаточно тормозное изображение получается. Вот. Ну и все, и мы можем потом просмотреть. То есть здесь у нас стоп, плейбэк, там все дела. Переключение каналов. Канальчики здесь отображаются, но это особо не нужно, на самом деле. Нам нужно, главное, найти и все. А, знаете, весит немного. Сзади Акумчик, да, у нас перевешивает. И спереди. То есть вес реально небольшой по сравнению с теми гугловскими, 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 этими, ячайновскими очками. Вот. Но засвет, естественно, снизу идет. То есть нужно чуть-чуть доработать. И чуть-чуть по бокам. Но по бокам как бы незначительно. Но, в принципе, не мешает каким-то полетам. То есть картинку видно. Не то, что там раз со стороны там очень светло, и мне там не видно. То есть не мешает особо. Но как бы, ну достаточно удобный. Но говорю, то есть для 250-го квадрика не рассматривайте эти очки, потому что не сможете нормально летать. То есть этот шлем, точнее. Либо вот тот вот и чайновский, который подороже, 150 баксов стоит, этот стоит 90. Либо реально очки, там изображение более компактное и видно больше деталей еще. Вот. То есть все равно с 250-й квадрики, я думаю, очки для них будут лучше, чем какие-то шлемаки. Пока из таких бюджетных шлемаков ничего как бы не нашел. Вот. Ссылки в описании, друзья мои. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok